Как заманить посетителей в музей? Каждое учреждение решает эту проблему по-своему. В субботний день сотрудники музея Бурыльна организовали велоэкскурсию. Всем желающим рассказали об основных памятниках городской архитектуры. Однако совместить приятное с полезным организатором оказалось не так просто. Город пока, к сожалению, не приспособлен для велоэкскурсии, велодорожек нет. Это очень большая трудность, с которой мы столкнулись. Мы пытались выбрать очень малолюдный и, так скажем, маломашинный. Маршрут, чтобы не мешать ни пешеходам, и чтобы не подвергать наших экскурсантов в опасности передвижения по дороге. Велоэкскурсия началась около музея Бурыльна. Здание с вековой историей хранит в себе много тайн, и можно часами рассказывать о тех сокровищах, которые скрыты за его стенами. Второй точкой маршрута стал сквер около цирка. Особого внимания был удостоен памятник Фрунзе. Экскурсовод старался рассказать малоизвестные факты о жизни известного человека. Такой подход не мог не заинтересовать велосипедистов. Они с удовольствием приобщались к истории родного города. С погодой немножко не повезло, а так вообще задумка здоровская, и прям все нравится. Очень интересная экскурсовод, все очень интересно рассказывает. Ощущения такие интересные, потому что ходишь по этим улицам, а истории не знаешь. Почетное место в маршруте заняла первая в Советском Союзе фабрика кухня. Ныне в этом здании располагается детская библиотека, а раньше здесь готовили обеды для рабочих семи ивановских фабрик. Практически все на ней делали машины. Резали, мыли посуду, чистили картошку. Специально для этой фабрики кухни в Германии было закуплено 19 котлов, которые, собственно, обеды и готовили. Территория бывшей фабрики кухни стала подходящим местом для отдыха. Здесь участники велоэкскурсии сделали небольшую остановку и попили чаю с печеньем. Угощение заботливо предусмотрели организаторы экскурсии. Все, что делает музей в последнее время, это как раз направленность, европейская тенденция развития музеев в современном мире. И это не может не радовать даже простых горожан, непричастных к жизни музея. Проливной дождь и холодный ветер не испортили впечатления от экскурсии. Тело согревала физическая нагрузка, а душу – завораживающие рассказы экскурсовода.